всем привет ребятки вы на канале тесла сегодня снова находки у нас но прежде чем находки начать показывать хочу немножко отвлечься от темы значит там человек из кабардино-балкарии из финальчика писал мне хочет телефон короче сименс марки полон е-45 вот и значит так получилось что он мне пишет что выслал деньги на paypal переслал вот а я на свой paypal заглядывая там нет ничего но он мне сегодня скинул уже значит как его называют в общем картинку с paypal что типа отправлено вот ну действительно да я сегодня зашел вечером сегодня зашел в paypal и действительно значит деньги пришли поэтому значит к нему обращаюсь не переживай все нормально деньги пришли адрес я нашел который ты мне прислал значит отправлю тебя в нальчик посылку все будет нормально вот вообще помнится из нальчика из нальчика у меня много знакомых в нальчике я в армии служил с людьми которые из кабардино-балкарии конкретно из нальчика были вот у нас их немало было вот хорошие пацаны ничего не могу сказать вот до сих пор всех помню даже какие-то матюки за время службы в армии какие-то матюки по кабардино-балкарские выучил ну может быть не все и не уже неправильно так может помню но помню типа таких типа сеге умудегуа или казы мудоузыпис вот типа того вот это матюки так что привет нальчику все нормально все посылка пойдет значит сегодня находки 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 сейчас ну будем по порядку вот такой нашел штуковину материнская плата вот ну старенькая старенькая конечно поэтому мы ее сразу можем вот так вот разбирать без проблем и отправлять все на золотишко вот здесь рам шпахера я не знаю наверно они на 120 вот не вижу насколько они ну маленькие сих три штуки здесь это скорее всего они очень маленькие вот 128 мегабайт три штуки так что это все идет у нас на золото вот и сразу приступаем дальше дальше у нас вот такой был усилитель для автомобиля конечно такой немножко покоцанный весь долго видимо у людей стоял под сиденьем вот но нужно проверить значит это у нас вот какая его модель написано здесь серия написано модель могу никак прочитать какой-то a6000 a6000 а вот что за модель знаю ну ладно будем особо париться с этим вот хочу сразу заметить сегодня любителей винтажной винтажных раритетов ждет сюрприз у меня есть одна вещь которая вас заинтересует так что не выключаетесь смотрите вот ну проверим уже третий у меня лежит вот надо уже заняться проверкой их значит что было дальше дальше на 1 было еще один короче модульный блок питания 550 ватт кабеля все на месте тоже надо включиться как-то проверить вот как раз можно сниму мою видеокарту проверить хорошую тоже посмотрим хорошая находка дальше 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 у нас такой был магнитофон на один что-то ржавый весь блин и причем тут какой-то половина какая-то от магнитофона где здесь где здесь вставляются диски здесь их нет наверно для этого идет еще отдельная плата как это но отдельная штука еще идет для дисков но это вот по крайней мере здесь юсби и карта флеш-карта вставляется не знаю что за фигня пока оставлю потом может просто выкину вот дальше у нас взял вот такой от asus блок питания попался хороший блок питания всегда нужен вот правда здесь я вижу что у него что то здесь да у него здесь кстати поломка у него здесь немножко отломан кабель ну отломан ли не знаю но по крайней мере по крайней мере вот здесь вот вот тут есть излом и там даже провода видно поэтому с ним нужно аккуратно его положу в сторону посмотреть вот нашел еще вот такую штуку один раз это у меня опять музыкман вот не знаю насчет работает или нет сейчас попробуем включить это здесь не идет еще так вот включить можно микрокарту вставлять но пока пока включить не получится тут нужно от nokia зарядку я посмотрю сейчас возможно у меня есть зарядка от nokia вот по моему есть по моему есть зарядка от motorola но она должна подойти и сюда вот сейчас можно его ага тут и не подходит как раз таки вот ладно камера упала вот что ладно не будем пока париться но в общем такая находка я думаю что она работает потому что ну обычно обычно они работают у меня здесь вот он лежит еще один практически идентичные этот рабочий ну и этот я думаю что тоже рабочий будет вот хотя потом я найду когда к нему зарядку мы их проверим вот убирает вот был найден вот такой полный банк пола банк вот лампочка горит а это значит что он работает по крайней мере я так считаю пола бак у нас на 320 миллиампер или микроампер вот в общем такого же примерно объема как аккумулятор в мобильнике то есть принципе он не занимает места его можно кинуть там машину или даже в карман если мобильник сил можно полный полный мобильник снова полную батарею зарядить вот с этого чтобы тоже полезная очень находка я оставляю у меня их уже хватает принципе вот у меня есть и большой которого там шесть нет да у меня есть на шесть и у меня есть на 30 тысяч вот поэтому ну такая маленькая на 30 еще он большой такой вот а этот маленький прям удобненький можно всегда собрать вот дальше дальше у нас значит что вот такие два мобильника найдены это у нас nokia 1 сейчас посмотрим что у него здесь есть нету sim карты и это у нас nokia модель 5120 вот 5120 по-моему по-моему я правильно сказал 5120 и вот еще одна nokia вот кстати мне интересно я вот недавно находил крышку крышка была наверно вот от такого nokia сейчас я посмотрю и точно вот она только розовая а теперь вот этот nokia не розовая белый и у него крышка кстати приклеены скотчем видимо она поломана а вот эта крышка розовая она как раз подходит сюда вот сейчас мы оторвем скотч посмотрим почему его приклеили ну не знаю здесь в принципе все нормально я теперь понял у него батарея сдулась вот и из-за этого крышка отходила видимо поэтому его и закрыли скотчем а у меня вот есть батарея совершенно хорошая поэтому эту батарею мы сейчас сразу выкидываем а эту батарею ставим сюда попробую включить не знаю батарея заряжена или нет вот ну по крайней мере можно его на зарядку то и бросить от nokia зарядка у меня здесь недалеко лежит лежит лежала так я ее только что только что в руках держал и теперь она уже в неизвестном направлении куда-то делать на вот она нашел сейчас эту nokia включен на зарядку и посмотрим где тут вот крышечки пока не будем одевать ну а эту nokia здесь другая зарядка потом проверим вот у нас находки продолжаются я не понял вот она лежит от nokia батарея зарядка и и еще другую нашел ну ладно так что следующая находка у нас в принципе как бы неплохая но меня разочаровала конечно то что не совсем в порядке вот это у нас усилитель причем усилитель очень хороший тяжелый вот это у нас вот такой усилитель от фирмы техник с техник с с у фау x800 короче усилок классный я уже смотрел за него если бы он был в порядке и нормальный то его можно было на его цена равнялась бы где-то 280 300 евро вот но я его еще не проверял поэтому даже не знаю даже не знаю что с ним я вообще даже не включал вот в принципе мы можем сейчас с вами это и сделать вот для этого нам что надо нам надо кабель вот можно сейчас прямо проверить сразу хочу сказать значит у него здесь отсутствует вот эта крутилка у у него на вот этих крутилках вот эти картиночки у них вот такие вот колпачки на всех металлические и вот на трех из них раза три они отсутствуют плюс отсутствует сама вот это вот значок фирмой вот этой техник тоже нету то есть я без понятия сейчас мы посмотрим все работает ли он вот но конечно же если его и продавать придется то продавать вот в таком виде если конечно он рабочий то это придаст нам мне ну немножко плюсов да вот если он рабочий хотя бы его можно просто на запчасти пустить вот либо у кого-то есть такой нерабочий в общем люди уже сами знаю для чего и как если он не работает ну тогда у хуже вот вот сейчас он лампочки загорелись у него вот лампочки загорелись ну и попробуем сейчас подсоединить сейчас я вот это уберу шапана здесь так помешало попробую его подсоединить музыку через него пустить сейчас сначала подключим колоночки вот так кстати с музычкой у меня тут напрямую подключим сейчас подключим еще одну вторую колонку очень конечно хороший усилок жалко что он вот в таком оказался состоянии в данный момент я не слышу даже фона который идет на колонке даже фона не слышу сейчас попробуем все таки включить музыку где у нас тут выходы входы значит тюнер cd поставим cd cd поставим на cd включаем музыку вот ну вот что-то пошло из музыки а мы пока попробуем его включить значит я на cd поставил значит здесь тоже переключиться на cd и тут тоже на cd вот ну и что хочу сказать он молчит он молчит хотя вот там все срабатывает в принципе как бы все внутри на кнопку он реагирует здесь лампочки все горят но он не хочет играть музыку и вот не идет у него даже какой-то фон какой-либо сейчас я попробую еще вот здесь вот включить микрофон но здесь вот ну я думаю что он не рабочий он потому что даже ничего никакого фона я сейчас еще попробую переключиться на нижние колонки выход бы вот но я думаю что это тоже ничего не удаст сейчас сейчас очень неудобно все это вот выход b у нас стоит мы меняем здесь нет ребята он не рабочий на короче все отключаю больше с ним никаких опытов проводить не будем к сожалению он оказался не рабочим но ничего поставлю поставлю на продажу как опишу его состояние пишу что он не работает и как чисто на запчасти люди я думаю евро в 30 я за него получу небольшие скажем так небольшие деньги но и не лишние поэтому убираем здесь все вот и у нас следующая идет обещанная винтажный раритет сейчас здесь более-менее сделаем порядочек вот винтажный раритет у нас так вот такая у нас сегодня шедеврическая вещица короче радио от фирмы гриндик гриндик 3010 вот состояние его неплохое здесь вот вроде как он сохранился нормально никаких таких конкретно сколов дерева нету просто вот ночи здесь лак отходит но уже от старости видимо вот материал вот этот оригинальный в хорошем прям качестве в хорошем состоянии сохран убойный здесь все нормально здесь все крутится шкала двигается здесь громкость в общем принципе состояние не хилая вот так же к нему еще вот это вот сзади крышка я просто сейчас снял тоже на хорошем состоянии вот сохранилась неплохо вот тип 3010 гриндик я его тоже не включал хочу сказать что здесь все в пыли на свой страх и риск попробую включить кстати вот телефончик заряжается не заряжается где он тут хоть включается то просто так включается в общем пока еще никаких признаков жизни не подал ладно мы сейчас проверим это радио и так ахтунг включил гудит насколько я помню радио такие немножко должны быть и немножко время дать чтобы они загрузились батареи там вернее лампы их не нагрелись ну и сейчас посмотрим лампы горят вижу какой-то шелест пошел так здесь начать включить у кого вы лампы горят лампы горят лампы горят тома шпион ты ягод 1904 сигнал а вот это кстати то чем 15 бишь сигнал не очень здесь вот какую-то волну нашел в принципе меня больше ничего не интересует это у нас ультракороткие волны вот единственно почему-то громкость я сейчас на ноль поставил она играет в конце июня 2017 erschienen сайна решерчен и титл антони матчеревич и сайна гаимнисси вот поставил на короткие волны тут ничего не будет средний на средних ну тоже длинные волны короче да в подвале конечно с волнами проблема вот но вы видели да работает он на ультракоротких поэтому в принципе рабочий поэтому мне больше принципе ничего не интересует вот все это вот смотрите сейчас вот так руками провожу и прям сыпется лак лак отходит но у него хорошая дерево если это полирнуть вот так немножко шлифануть полирнуть и снова лаком покрыть то будет все нормально здесь будет более-менее хорошо сохранился он но если люди будут ремонтировать и реставрировать его то конечно тут пойдет все под реставрацию эти стороны тоже сейчас я вам покажу его с другой стороны вот так вот он выглядит с другой стороны пылища конечно здесь хватает вот такой динамик все оригинальное короче еще один динамик вот в общем вот такие вот дела вот здесь вот немножечко отошло вот это вот задняя стенка вернее дно его дно ну как бы здесь отошло но это где будет ремонтировать люди нужно залить клеем вот прижать и залить клеем вот в общем вот такая находочка сегодня есть у нас вот это находка неплохая лично мне как я уже говорил мне но если бы даже и хотелось мне вот такие вещи коллекционирование мне просто негде это делать у меня нету места нету места для этого вот а вот люди которые коллекционируют такие вещи они конечно с удовольствием этот прибор купят вот но я не буду не буду гадать какая у него будет цена вот потому что вот не могу сказать я сегодня в и бы нашел только один такой один такой прибор вот и он как бы не в особо хорошем состоянии там стоит вот этот у нас как видите очень немножко здесь есть косички но для реставраторов и любителей как раз то что надо вот ну все ребята значит на этом у меня сегодня нету ничего больше я заканчиваю всем желаю удачи подписывайтесь на канал ставьте лайки и до следующего видео